В нашей стране старая и простаивающая без дела электроника не считается особой проблемой. И в этой области мы не идем в ногу совсем прогрессивным человечеством. Так, например, в Европе стремятся получить от населения 800 миллионов старых телефонов, чтобы вдохнуть в них новую жизнь, а также уменьшить объем ресурсов для производства новой электроники. Все уже знают, что Всемирный день чистоты фокусируется на мелком мусоре, который наносит огромный ущерб окружающей среде. Акция по сбору ненужной электроники призывает задуматься о том, что испорченный или устаревший гаджет – тоже мусор. Поэтому это хорошая возможность отправить электронику на новый круг использования. Ее либо разберут и извлекут из нее какие-то полезные детали, металлы, элементы, так и можно будет кому-то ее передать с помощью ринги для использования. В рамках тура по сбору ненужной электроники можно приносить малогабаритные электронные изделия, смартфоны, ноутбуки, радиоприемники, телевизоры. Точное расписание работы пунктов приема доступно на сайте ringi.shop.ringrace. Среди всех, кто принесет старое оборудование, будут разыграны три подарочные карты по 500 евро. Ну а 18 сентября состоится Всемирный день чистоты. Организаторы также подготовили немало приятных сюрпризов для участников. Каждый год Всемирный день чистоты в Эстонии проходит с участием школ и даже воспитанников детских садов. И мы разыгрываем между всеми участниками, детьми, концерты, концерты популярных исполнителей. Так, например, уже который год поддерживает начинание нёп, известный эстонский певец. Тот, кто выиграет, сможет пригласить нёпа вместе с его коллективом в свою школу, где музыкант даст концерт. В прошлом году победа ушла в Ида Вирума, так что в году нынешним таллинским школьникам надо подтянуться и постараться победить. А для этого нужно зарегистрироваться на сайте maelmakoristus.ee. Регистрация уже началась. Ленитровская Петр Илевайн. Новости Таллина. Субтитры создавал DimaTorzok